Я думаю, что американцы, в первую очередь, европейцы, наверное, во вторую, прекрасно понимают, что военная мощь России – это блеф. Это блеф. Абсолютный блеф, правда? Это абсолютный блеф. То есть, Россия, как мне говорили специалисты, эксперты, отстала в военном отношении от Америки на лет 30 точно. Навсегда. Навсегда. Нет, даже не так. Я тебя перебиваю. Допустим, авианесущий крейсер. Страшное дело. Узя. Кузя – это, Кузнецов, это тихий ужас. Это тихий ужас, даже внешне он ржавый. Внешне он ржавый. И подводные лодки – это же все, что там было, это все от Советского Союза. Все наработки, даже эти танки, когда вот на параде – это позорище полнейшее. В мое время появился Т-62. Я в Суворовском училище. Пока пара дивизий не полностью не перевооружена на Т-62. Он секретный, никто про него не знает. Отработали, на учениях проверили, наладили ремонтную базу и прочее. А тут экспериментальные, сырые, неотработанные, непринятые на вооружение. И их вывозят на парад. Вот, и на парад их нужно, ну, допустим, 24 штуки. Вот промышленность сделала 24. И все, если один остановится, его нечем заменить. А один и остановился на репетиции? Один и остановился. И там, когда вот посмотришь эти кадры, там совершенно дикая вещь. На Красной площади днем. И его начинает тягач дергать, а он стоит. А танк, если ты дернешь, вот, он на ровной площадке, он с тобой поедет. Там сидит неграмотный водитель, у которого танк стоит на горном тормозе. Понимаешь? Вот, то есть, возьми, найди эти кадры, покажи. Он дергает, понимаешь? И видно, что вот танк вот весь вот туда, знаешь, вот это самое. А в катке его мертво стоят. И это говорит специалист по танкам. Ну, беглый специалист, бывший специалист. Любите ли вы запах танка, как люблю его я? Да, да. Цитирую классика. Ну, спасибо. По памяти. Спасибо. Там вот как. Вы любите запах танка? Я тоже люблю. То есть, я предполагаю, не просто как вы. Вы любите запах танка? Я тоже люблю. У меня сомнений нету, что вы любите запах танка. Итак, российская военная машина – это блеф. Это блеф. Ракеты межконтинентальные могут долететь до Вашингтона? Российские ракеты? Так, если мы берем воеводу, воевода, он же из Южмаша, воевода, воевода с Южмаша. Все, все, все. Если Украина не захочет, то все регламентные работы Южмаш делает. До сих пор? Ну, тебе лучше знать, разберись. Мне-то, как была программа в Советском Союзе, глядя из Лондона. Мне из Лондона, глядя, не буду говорить, не знаю. Но есть сведения о том, что вот хотя бы в прошлом году и так далее, уже когда был конфликт, все-таки… Южмаш обслуживал военную мощь Российской Федерации. Ну, я говорю, я не ручаюсь за свои слова от того, что я слышал, но документов у меня нет. Но это похоже на правду. Если посмотреть на некоторых деятелей, которые обслуживают военную технику России, то мы можем с определенной долей ответственности сказать, что, наверное, все-таки это происходит. Стоит ли Украине обзавестись ядерным оружием снова? Стоит. Я об этом говорил не один раз. Если тебя так дико обманули, так страшно обманули. А обманули? Обманули. Будапештский меморанд. Европа, США обманули. Все обманули. Ну, и Россия, естественно. Ну, и Россия, естественно. Ребята, подписали. Я начинаю говорить про это англичанам. Они про это не помнят, про это не знают. Да, США, Великобритания, Россия. Гаранты. Гаранты. Неприкосновенности Украины и территориальной целостности. Да, да. Слушайте, после этого не создать... Ну, это, ребята, ну, паны. Это будет нехорошо даже. Украина может сегодня создать свое ядерное оружие? Конечно. Это великая держава, великая технологическая держава. Ничего. Израиль может. Израиль маленький такой. Такой вот. Может. Они не хвалятся. Ну, Голден Мэр, не помню, как-то она сказала, что у нас ядерного оружия нет. Что-то такое, я не помню точно слова. Но если нападут, то мы его применим. Вот что-то в этом роде она сказала. А так нет. Дело в том, что ядерное оружие, ядерное оружие бывает взрывающееся, ядерное оружие бывает в виде грязной бомбы. Что такое грязная бомба? Мы берем отходы атомной электростанции, помещаем в реактор, наводим много-много-много реакций, как вот на часы наводим вот светом, и они начинают светиться. Посварить, да. Да, да. Вот. И загружаем в боеголовку с пылью у нас в Советском Союзе. И пылим. И пылим. Вот. У нас на это в Советском Союзе это было БРВ, боевые радиоактивные вещества. БРВ. То есть, есть порт, порт Брест, допустим, не наш, а в случае войны порт Брест будет принимать американские транспорты. Французский порт. Французский порт. В случае войны. Или какой-то Дувр там. Вот. Чтобы предотвратить прием вот этих транспортов, наносим удар грязной бомбой. Распыляем радиоактивные вещества. Все. И порт не работает. Не надо вы. Кто мешает радиоактивной пылью и намекнуть. Ребята, у вас красивый город Москва. Такой красивый, понимаешь? Вот такой. Грязную бомбу кто мешает создать? Это просто в мусор. Вот. Пыль. 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 Радиоактивную. То есть, оно уже есть. Оно уже есть. Полоний. Это грязная бомба. Который применили против моего друга Саши Литвиненко. А вот это вот создать ума большого не надо. Все это пути они... Американцы-первопроходцы. Они делают две бомбы. Хиросима и Нагасаки. Это две принципиально разные бомбы. Да. Они принципиально. По форме они разные. И одна полтоневая, другая урановая. Это две принципиально разные бомбы. И одна эксплозивного типа, вот, когда со всех сторон сжимается критическая масса. А другая пушечного типа, когда два полушария сводятся вместе. То есть, по всем параметрам это две разные бомбы. Совершенно. Возьми вот эти снимки. По форме они совсем. Одна вот такая толстая. Малыш-толстяк. Это разные-разные вещи. От того, что американцы не знали, какой правильный путь. И шли по многим путям одновременно. Чтобы в случае вот эта тупиковая вещь, эта тупиковая, эта тупиковая. А вот эта сработала и эта. Две сработали одновременно. Так вот, сейчас-то ученым ясна вот эта чепуха, вот эта чепуха. Путь-то проторенный уже. Проторенный. И уран есть. Проблемы-то какие? Желтые воды. Урановые рудники. Да. Да.